всем привет начинаем прямой эфир немножко сегодня небольшая задержка хотел начать ровно в 20000 но какой-то новый то ли новый дизайн инстаграма то ли какие-то изменения в общем я элементарно не мог найти где зайти в прямой эфир вот но это технические подробности мне в инстаграме в директ прислали один очень сложный на мой взгляд вопрос из тех так называемых заранее присланных вопросов вот значит написал папа который недавно потерял своего 17-летнего сына я зашел в его аккаунт посмотрел фотографии его сына ну как-то не знаю почему так сделал наверное потому что такие вопросы не часто задают это случается редко эта трагедия сразу конечно же выразил этому папе соболезнования по поводу утраты сына и вопрос был такой что папа копается в себе и ищет причины почему же так произошло и на этот счет сразу скажу ответ мой будет достаточно общим потому что ситуация очень непростая значит если у кого-то кстати возникают там вопросы сейчас или по ходу можете тоже задавать писать я постараюсь ответить а пока отвечаю на этот вопрос присланы заранее мне конечно такое настроение знаете сразу меняется когда такой вот вопрос ты получаешь и когда такая трагедия произошла у человека значит причины того что так произошло их условно можно разделить на две группы эти причины почему так сын поступил первая группа причин это внешние причины и к ним относятся прежде всего стиль воспитания который применялся в семье отношения которые были в семье между отцом и сыном между сыном и матерью и вторая группа ну это еще в этих внешних причинах могут быть какие-то отношения с сверстниками в школе в институте также неразделенная любовь ну и какие-то могут быть причины здесь внутренние и они конечно же перекликаются где-то с внешними да то есть это то как человек ощущал то что происходит с ним как он это все переживал была ли у него возможность обратиться к какому-то стороннему специалисту и была ли возможность как-то с этим разобраться с этим поработать либо он был предоставлен сам себе и просто не выдержал такой нагрузки у меня есть несколько историй с моими знакомыми и я там знаю намного больше информации чем в данной ситуации когда просто читаешь вопрос присланный в директе да ты только знаешь видишь этот факт были у меня истории одна история была где в общем-то в результате употребления наркотических веществ человек у него помутнилось сознание и изменить в состоянии измененного сознания он просто ехав ехал в поезде с со своей супругой вышел в тамбур покурить открыл в тамбуре дверь и сделал шаг в вперед вот и причем все как-то знали что он и периодически балуется тем что покуривая травку но никто этому серьезное значение не придавал человек был взрослый и вот такое вот произошло это был шок для всех потому что все считали это безобидным и никто никогда бы не связал употребление безобидной травки с тем что человек будет это в очередной разделать и в состоянии измененного сознания он сделает такой шаг и жизнь его закончится на этом вот второе вторая история касательно того что человек решил покончить жизнь прервать жизни случилось с моим знакомым историю которого я знаю неплохо и здесь я хочу вам сказать что ну на мой взгляд из того что я знаю все сходится все сводится к тем стратегиям воспитания которые применялись к нему с детства и то что произошло это как результат это как вишенка на торте того стиля воспитания который был к нему применен и это конечно печально это грустно и но к сожалению часть таких ситуаций находится в руках родителей то есть в руках нас с вами поскольку я так понимаю что мы здесь с вами все родители которые люди которые заходят в эфир явно имеют детей и у них есть либо какой-то вопрос либо они хотят послушать ответ на чей-то вопрос и возможно это тоже им поможет в прошлый раз так произошло прислали мне благодарность за то что я ответил на тот вопрос который человек задать хотел но постеснялся вот я вас призываю не стесняться и задавать вопросы потому что это в общем то мы здесь для этого и собрались это важно еще из присланных вопросов да давайте с этим завершу уже какой-то резюме подведу среди значит вот эти вот две причины причина внешняя и причина внутренняя это две таких группы причин но это очень так скажем грубо да и конечно в этой ситуации я думаю что я бы посоветовал этому папе если он в эфире будет присутствовать или он будет запись смотреть записи всегда оставляю я бы посоветовал ему конечно же обратиться к психологу которым бы он с которым бы на в работе он бы мог пережить более осознанно вот эту вот утрату потому как сама копания может привести тоже к разным неприятным последствиям может быть и обвинение себя а может быть им там место и нет этим обвинением себя но человек может так делать по той причине что у него других объяснений нет или его просто ум не находит других объяснений и какое-то чувство вины за какой-то поступок перед сыном может его вбрасывать в эту пропасть под названием в этом виноват я а возможно отец этого сына не виноват ни в чем и сделать он ничего не мог возможно там сильно к это внешняя причина с отцом абсолютно не связанное так тоже бывает и близкий человек не хотелось бы чтобы он прыгал в эту пропасть чувство вины и перекладывал все на себя и потом вообще сделал вывод что его стиль воспитания ни на что не годный привел к такому результату возможно это совсем не так поэтому здесь лучше это все а если даже это и так окажется то в работе с психологом рядом с тем человеком который будет ему помогать будет ему способствовать его продвижению в исследовании этого вопроса это будет квалифицированная помощь и действительно это принесет некое и облегчение со временем и это будет более правильно если он не будет обращаться к психологу и не будет работать с этой темой ведь эта тема очень глубокая и очень сложная то будет происходить вот это длительное самокопание общения с какими-то знакомыми друзьями кто-то будет его поддерживать кто-то возможно от него захочет в этот момент как-то даже на него по-другому посмотреть и тоже захочет его зачем-то в этом обвинить я бы вот туда бы лезть не стал это это намного сложнее и больнее все-таки работа психолога в чем заключается психолог за клиента психолог настроен и работа его в том чтобы клиента поддержать понять и помочь ему двигаться то есть психолог не осуждает психолог не берет весы морали и не взвешивает вот эти вот за и против правильно неправильно а психолога работа именно в том чтобы исследовать ту тему в которой клиент хочет разобраться вместе с клиентом и помогать продвигаться в понимании этого и в осознании в этом вопросе себя это очень важно и это глубокая работа хорошая я поскольку выходец из гештальт подхода я бы конечно советовал бы гештальт терапевта этому папе потому что но я знаю как работает гештальт подход в этой ситуации и как это помогает вот значит жду ваших вопросов можете их уже писать а я отвечу еще на один присланный вопрос значит был такой задан вопрос мальчик 4 года не наводит порядок в семье в своей комнате и хотелось бы чтобы он был приучен к порядку чтобы он содержал комнату в чистоте чтобы все было классно в плане того что вот поигрался сложил за собой игрушки поигрался сложил за собой игрушки игрушки как этого достичь как ему с этим помочь значит отвечаю если мальчик в четырехлетнем возрасте не складывает за собой игрушки это также нормально как если он за собой их складывает поэтому мы возьмем ситуацию когда он не складывает оттолкнемся от того что это нормально потому что мальчик четыре года не видит абсолютно никакого не бонуса не интереса в том чтобы сложить за собой игрушки вообще дети этого не очень замечают и не очень понимают возможно еще и потому что мы все-таки с вами взрослые мы больше рассчитаны на какую-то внешнюю оценку мы с вами можем нарисовать такую ситуацию что к нам зашли какие-то знакомые и увидели у нас бардак хотя бы как минимум да мы можем это нарисовать ребенок эту ситуацию особенно в четыре года явно не нарисует что если к нему придет играться какая-нибудь соседская машенька то он прям таки испытает какое-то чувство стыда за свою не убранную квартиру и будет себя чувствовать неловко общение с машенькой уже будет не такое как могло бы быть если бы комната была чистая и убранная такого не произойдет и такую манипуляцию умственную такой вот анализ такой ребенок четыре года конечно не сделает поэтому здесь все намного проще когда ребенку четыре года и вы хотите добиться для него порядка вы должны по мере своих сил и возможностей помогать ему этот порядок организовать быть рядом и использовать конечно же как всегда наш любимый с вами уже надеюсь игровой подход который прекрасно работает безотказно работает в дошкольном возрасте например если мы поиграли с машинками то наши машинки хорошо будут спать если они будут в гаражах если нашими куклами мы поигрались если это девочка да и то нашим куклам нужно наших укол нужно уложить они будут также ночью спать вот какими-то такими историями шутками прибаутками мы стараемся объяснить ребенку почему взятые им игрушки должны так сказать проследовать от игрового вот это вот полигона до непосредственно место где у них свое отведенное специальное для этого есть то ли коробка то ли ящик то ли еще что то поэтому конечно в четыре года только первое это личный пример и личное участие родителя насколько он насколько ему ты удается второе при этом отсутствие каких-то сухих указаний наподобие того что порядок это хорошо вот есть люди которые следят это все ему это все для него пустые разговоры поэтому конечно использование игрового подхода и конечно же позитивное подкрепление тех ситуаций когда ребенок этот порядок вдруг сам организовал то есть он получил эти позитивное подкрепление когда допустим пришла мама в очередной раз работы или да там заглянула в его комнату и вдруг обнаружила что он сам сыграл в эту игру предложенную что машинки после игры у нас заезжают в гаражик вот то есть если так произошло то это конечно большая удача это конечно здорово и надо это об этом ему сказать подойти к нему обнять сказать слушай ну ты просто молодец ну ты ты поигрался я слышала вот эти звуки визжащих тормозящих машин проносящихся рядом это все у тебя было а ну-ка расскажи что у тебя было он что-то рассказал в захлеб конечно же потому что игра возможно была динамично интересной потом вы взяли и прокомментировали то что его машинки после вот этого вот большого такого автомобильного возможно сражения или вот таких перемещений взяли и все с помощью его так сказать да никто ему не говорил об этом да вот они взяли и все поехали в гараж и там теперь стоят и посмотреть теперь это поле чистое теперь можно поиграться с чем-то другим и все это сделал ты сам и меня не было рядом у меня не было возможности а ты все это организовал и это конечно здорово поэтому это просто класс ты молодец ты у меня умница я просто в восторге от того что ты уже такой взрослый ты представляешь если ты будешь и дальше так делать у тебя всегда будет порядок тебя вся будет чистота всегда в твоей комнате можно будет играться разными игрушками потому что они не будут смешаны ну и так далее и так далее вот это все позитивное подкрепление когда вы видите что ребенок сделал что-то самостоятельно конечно ему нужно отдать и таким образом мы его приучим к тому что он начнет потихонечку все это выполнять сам но бывают такие дети которые на это не сильно пойдут и даже это то что я рассказал вот эти три шага да то есть это фактически надо вместе с ним сделать данную личный пример какой-то до показать второе это то что нужно использовать игровой подход обязательно ну что просто так зачем ребенку в 4 года порядок комнате объясните какой смысл в этом в 4 года конечно нет никакого смысла вот он есть у нас смысл есть у нас вот для нас есть смысл мы хотим мы иногда так можем с вами фантазировать что как бы вот если ты в 4 года вот так вот приучишь ребенка да то это вот на всю жизнь да вот что ну да мы можем на эту тему фантазировать и думать что это так и сработает вот но мы можем с вами сделать с другой стороны важность искать можем с вами сделать так что ребенок возненавидит порядок просто возненавидит все что связано с порядком с убирание вещей навсегда это если мы с вами позволим себе эмоционально негативно выражать свои эмоции касательно того что у него беспорядок поэтому всегда когда вы хотите ребенку сказать о том что в твоей комнате надо навести порядок Пожалуйста, используйте какую-то мягкую форму, как-то аккуратно это делайте и не срывайте на нем зло, когда вы видите его комнату неубранную. Ну это еще, конечно же, я сейчас немножко про ту тему, которая у меня на эту тему отдельно есть ролик, про то, что схема движения эмоций в семье. То есть ребенок у нас на первом этаже, он отдает эмоции маме, мама отдает папе, ну и собственно мама отдает или папе или психологу, папа отдает психологу, но вниз эмоции не движутся на ребенка, негативные эмоции не должны спускаться. Но это, конечно, в идеале, а наша с вами задача уже попробовать это реализовать максимально, насколько у нас получается. Но вот эту азбуку, конструкцию хотя бы основную, желательно знать, что ребенок не должен от нас получать негативных эмоций и он должен иметь возможность отдать нам негативные эмоции. Потому что он растет, потому что он формируется, потому что ему нужна помощь. Значит, я жду еще ваших вопросов, если что-то вы там придумали, что-то у вас было заготовлено, пожалуйста, пишите, задавайте. Сейчас мы все переживаем с вами карантин выходного дня. Интересно, как это проходит у вас. У нас сорвалась воскресная, субботняя и воскресная серия игр. Я про это говорил на прошлом октябрьском выпуске «Вопрос ответ сессии», что хочу запустить у нас, и договоренности все были достигнуты, у себя в центре запустить игру «Жизненный капитал», про которую я так и вам рассказывал. Я думаю, что это очень классная игра, она очень здорово помогает наладить финансовое мышление у нас в голове, те, кто в этом нуждается, те, кто думает, что ему нужно в этом плане прокачаться. И как показывает практика, даже те, кто не думает, что в этом надо как-то прокачаться, все равно, играя в эту игру, понимают, что прокачиваться есть куда, и этого очень много. Вот, поэтому сейчас ждем, вот только карантин выходного дня прекратится, сразу начнем эту серию игр, а там интересно, что она есть и для детей, и для взрослых. Для взрослых она начинается, называется «Жизненный капитал», а для детей это «Лесные коммерсанты» это упрощенная версия, для детей это, я имею в виду, сейчас 5-6-7 лет уже могут в нее играть. В 4, я думаю, еще рановато, а вот с 5 лет уже в нее можно начинать пробовать, вот. Так что жду ваших вопросов касательно детско-родительских и семейных отношений, эта тема у меня заявлена и не меняется на все вопросы-ответ сессии, которые я провожу ежемесячно. Вот в октябре проводил первый раз, сейчас в ноябре уже провожу второй раз, поэтому пишите, с удовольствием отвечу. Если ответов вопросов не будет, то буду отвечать на те вопросы, которые в директе у меня там были присланы, на 2 уже я ответил. Итак, тогда отвечу на следующий вопрос, тоже в директе у меня прислали. Вопрос был интересный, как можно готовиться, как можно настраиваться и как вообще быть, когда у тебя один ребенок в семье, а появиться должен еще один. И что при этом необходимо сделать и как себя, что называется, обезопасить от того самого конфликта между двумя детьми, который может возникнуть. Вопрос был такой, что, а нет ли у вас что-то на эту тему, какого-то ролика. Я ролик отдельного на эту тему не записывал, но отвечу, потому что человек, задавший, может смотреть в записи этот вопрос, или может он даже где-то есть сейчас среди присутствующих. Значит, когда ребенок второй в семье появляется, достаточно часто вот этот вопрос возникает. И вопрос этот, он очень предсказуемый, скажем так, потому что один ребенок в семье, который уже есть, он старше, и ему уже автоматически внимания становится меньше, потому что при появлении второго ребенка в семье не появляется еще одна мама. Мама, она остается одна, и, конечно, ее внимание не увеличивается вдвое, когда появляется второй ребенок в семье, да и количество часов в сутках не увеличивается вдвое. Поэтому в первую очередь, конечно, стоит вопрос касательно разделения маминого внимания на, так сказать, два фронта. Это, конечно, грубо, ну, на двоих детей. И автоматически мама начинает уделять внимание больше ребенку младшему, который только что родился. И на это есть абсолютно объективные причины. Но, во-первых, давайте не забывать о очень непростом синдроме гибели младенцев, когда в первое время после родов ребенок может просто умереть по необъяснимым особо причинам. И это действительно очень сложно. Он маленький, он кажется, что он очень такой хрупкий. И, конечно, за ним следят, каждый его чих, каждый его вздох к этому всему прислушиваются, потому что есть в том числе и чувство страха. Не только чувство ответственности, но и не надо забывать о чувстве страха за вот эту вот новую жизнь, которая появилась. И это, на мой взгляд, вот в первую очередь сразу усиляет фокус мамы на вот этом вот новорожденном и убирает фокус внимания от второго ребенка, который в семье постарше. Ну и в дальнейшем мы можем наблюдать продолжение вот этого вот смещенного фокуса внимания, потому что есть такое чувство, что со старшим мы уже многие стадии и этапы мы прошли, а с младшим вот нужно быть предельно внимательным. И, возможно, сейчас есть какие-то мысли касательно того, чтобы не сделать тех ошибок, которые мы сделали с ребенком постарше, а сейчас с младшим более пристально, внимательно все провести, пройти некоторые этапы. Вот. И уже на старшем видны какие-то вот помимо этих ошибок воспитания, да, мы понимаем, что хочется младшему как-то вот автоматически по перечисленным причинам уделить больше внимания. И, конечно, так же точно автоматически у старшего ребенка возникает вот это вот чувство ревности и, возможно, чувство здесь обиды возникает за то, что мама вдруг стала мне не так доступна, не в таком объеме и не в таком качестве, как это было, когда я был один или была одна в семье. Поэтому вот этот вот вопрос, это первый вопрос, который станет, то есть как реализовывать все, что я сказал, вот эти вот автоматические причины, они все равно будут, даже если вы настроитесь, все равно будете как-то думать об этом, вот. Как вот этот вот фокус внимания при рождении второго ребенка разделить пополам, да, чтобы избежать вот этого вот, вот этих вот сцен ревности и вот этих вот состояний ревности у старшего ребенка при появлении младшего. Тут задача на вот это вот, задача на, задача на деление, в общем. Вот. И вот эту задачу нужно будет с самого рождения решать. И поэтому здесь больше подготовка, конечно, к маме. Как маме и папе это все сразу понять? Что появится у вас второй ребенок, сразу вы фокус внимания, оп, на двоих. Если вам удастся этот фокус внимания на двоих грамотно разместить, то у вас очень многих проблем не будет. Но по мере взросления ребенка вы столкнетесь еще с другим, с другой особенностью, что у вас двое ребенка и они два совершенно разные. Я в своей педагогической практике вижу родителей, которые, когда они приводят второго ребенка, это часто бывает, они говорят, они приводят, и у них вот первая фраза, она у всех одинаковая. Они приводят и говорят, Денис Валерьевич, этот совсем не такой. Вот то, что был, это вообще два разных абсолютно человека. И уже у меня такое ощущение, что когда я увижу какого-нибудь родителя, который привел там второго или третьего из семьи, из одной, что я прям их перебью и сейчас скажу, дайте я прочитаю вашу мысль, что вы хотите сказать. Вы, наверное, хотите сказать, что они разные. Вы хотите, наверное, сказать, что этот не похож. Но это, да, так всегда случается, что не похож, что другой. И это еще говорит о том, что, ну не просто, что, ну да, они разные, окей, разные. Нет. Это говорит еще о том, что у каждого из них есть свои специфические потребности, которые нужно стараться брать во внимание, удовлетворять. И это очень, как, знаете, как работа по двум направлениям. Вот. Это как, я не знаю, может быть, пример. Ну это как вот секретарь, который работает у двух директоров. И два директора с разным темпераментом. И двоим нужно как-то, причем при этом надо еще не забыть, что родители главные. Да. То есть это не значит, что мама бросится, должна ублажать двоих детей. И делать это одинаково. Нет. Это значит, что мама должна прислушиваться к двум детям, что называется, разным ухом. Правым ухом к одному, левым ухом к другому. И стараться соответствовать в своем подходе воспитательном, с учетом вот этих вот их специфических индивидуальных потребностей. Поэтому, когда рождается второй ребенок в семье, резюме такое краткое делаю, самая главная задача вот постараться с этим фокусом внимания быть сразу внимательным и предельно ясно понимать, что у нас сейчас фокус внимания разделяется. Не смещается, как это бывает, и от чего эти проблемы возникают потом. Что приходят родители, даже иногда это бывает поводом прийти ко мне на консультацию, что у нас проблемы в семье появились. И эти проблемы в семье продиктованы именно вот этим, что второй ребенок появился, и фокус внимания просто съехал. А он должен фактически что? Рассеяться по двум направлениям. А он съехал. Ну и когда он съехал, то конечно ребенок начинает бить тревогу. И бьет тревогу он тоже достаточно предсказуемо. Вот. Поэтому с этим вот так вот может обстоять дело. Значит, если у вас что-то, какая-то мысль появилась, или что-то вы хотите уточнить касательно своей ситуации, конечно, пишите, с удовольствием отвечу. Если вопросов нет, тогда отвечу на следующий вопрос, который тоже мне задавали в директ и присылали заранее. Значит, вопрос был такого плана. Ребенок два с половиной года, вдруг поменялось его поведение, и родители в замешательстве, что ребенок такое ощущение, что его как будто бы подменили. Вот. И вопрос в том, что может быть за причина в этом. И причина в два с половиной года, скорее всего, если вот вопрос был задан достаточно кратко, поэтому я тоже много информации не имею по этой ситуации, но исходя из того, что есть, в два с половиной года резко изменившееся поведение, это, скорее всего, свидетельствует о том, что у ребенка начался кризис трех лет. А кризис трех лет, как вы знаете, наверное, он у нас имеет такие рамки от двух до четырех. Вот это такие самые, наверное, одни из крайних точек от двух до четырех лет. И вот в этом кризисе трех лет дети совершенно не нравятся своим родителям. Особенно те, особенно своей манерой поведения, своей манерой общаться. И воспринимать ребенка становится действительно сложно. И почему включается, почему вот мама использовала в вопросе вот эту фразу, я запомнил, да, что подменили, да, почему она говорит подменили? Потому что до того, как кризис трех лет начнется, ребенок находится вот в этой удивительной, умилительной стадии. Он маленький, он трогательный. И все родители без даже всякой литературы и консультаций понимают, что если какая-то проблема возникает с ребенком до того, как у него начался кризис трех лет, то мы можем прекрасно использовать технику переключения внимания, которая сработает на ура. И почему-то она интуитивно всеми подхватывается. То есть ребенка вы приносите, например, куда-то, в какое-то помещение, в какое-то заведение. Он чувствует какую-то, возможно, опасность или предвкушает что-то неизвестное, начинает себя как-то проявлять, начинает как-то бурно на что-то реагировать. И мама тут берет первое попавшееся в руки, например, смартфон, включает его просто заставку на рабочем столе и начинает вот так вот просто листать туда-сюда. Ребенок увидел, что что-то перед глазами там замелькало. Вот. Может включить ему, например, даже мультик. И ребенок сразу забыл обо всем. Он забыл обо всех своих проблемах, забыл обо всем, что его волновало. И, конечно, эта техника переключения внимания, она решает очень много вопросов. Вы просто сняли фокус внимания, переместили на что-то другое и все. Когда у ребенка начинается кризис трех лет, вот эта техника резко начинает быть ненужной. Она начинает, просто перестает работать. И действительно ребенок начинает уже понимать потихоньку, что если мне тут как-то дискомфортно, или если я чего-то захотел, или если у меня какая-то проблема, и мне нужно было бы ее решить, то он очень даже готов держать это в голове. И если вы пытаетесь переключить его внимание, то у вас может это не получиться. Не получится потому, что он ее уже способен, эту свою проблему, эту свою идею, он способен уже ее зафиксировать. А если он способен зафиксировать, то он хочет, чтобы она куда-то как-то продвинулась. А не просто там посмотреть на экран смартфона, или на звенящие в руках ключики, которые издают приятный звон, похожий на звон колокольчиков, и он так раз сразу и переключился. Поэтому это уже так не будет. Поэтому в 2,5 года, ну вообще он может и в 2,2 начаться, то есть от 2 до 4 эти рамки, конечно, кризис трех лет заставляет родителей использовать вот такие слова моего ребенка, как подменили, что делать, что же, как же. И один из таких, кстати говоря, наверное, может быть, этот же вопрос придется завтра мне обсуждать. Завтра у меня в 10 утра консультация касательно вот примерно этого же возраста. И мама настаивала на том, что, пожалуйста, давайте я приеду все-таки с ребенком. И вот мне просто интересно тоже будет посмотреть и разобраться, что же, в чем же там проблема. Потому что с детьми ко мне редко приезжают родители, но бывают такие случаи, когда они знают меня, ну по инстаграму, по моим эфирам, по моим роликам и хотят просто увидеть такой вот взгляд, причем как-то в медицину им сразу бросаться не хочется. Хотят увидеть взгляд, получить такую некую мою экспертную оценку касательно того, что у нас. У нас норма? Или нам нужно обращаться к каким-то узким специалистам касательно наших отдельных проблем. И они там, возможно, есть. Поэтому такая вот первичная такая вот консультация, чтобы понять, что не так, вот она тоже иногда случается. И родитель приезжает с ребенком на консультацию. Поэтому такое тоже бывает. Значит так, если напоминаю вам, если вдруг какие-то вопросы, вы, пожалуйста, пишите. Если вопросы написаны вами не будут, буду продолжать отвечать на вопросы, присланные мне в директ. Они у меня здесь выписаны рядышком. Я могу на них поглядывать вот так, чтобы посмотреть какой там вопрос следующий. Итак, вопросов пока онлайн не задаете. Хорошо, окей, продолжаю отвечать на те, что есть. Значит, следующий вопрос был касательно, мы хотим, что, ага, что хотят ребенка водить на секцию спортивную. Папа хочет водить. И не написали, кстати, на какую, но это, наверное, не суть важно. Да, и у ребенка какое-то сопротивление, что он, ну, видимо, то ли непонятно сопротивление, то ли они уже повели, то ли, ну, то ли собираются, в общем. В общем, тема, она, наверное, все-таки так звучит. Да, вот ребенок и спортивная секция. Есть некое желание у родителей, а ребенок этому желанию как-то вот не открывается, этому желанию родительскому ходить на какую-то спортивную секцию. Значит, что в этом плане можно сделать? Да, как ребенка заставить или как приучить? Давайте разбираться вместе, как это лучше сделать. Ну, во-первых, с этим вообще есть отдельная история, касательно того, что родители иногда хотят в своих детях реализовать те моменты, которые им не удалось реализовать в своей жизни. Такое бывает. Помню, даже была в интернете ходила одна фотосессия интересная, касательно того, что как дети при воспитании своих детей делают некие такие грубые ошибки. Вот. И как это выглядит? Там, например, была такая фотография, когда сидит такая мама, она такая достаточно полная женщина, вот она сидит в таком кресле, и в этом кресле, рядом с этим креслом, там на цепочке такой скандалами привязана худенькая девочка-балерина. И вот мама что-то такое поедает, такое что-то калорийное, неполезное, а девочка на балеринка, на тонких ножках стоит рядом, и, в общем-то, ей этого всего есть нельзя. То есть мама сделала все для того, чтобы реализовать какой-то некий свой проект, вот, и если бы она этого не делала, ну, кандалы, наверное, еще символизируют, конечно же, жесткий подход, авторитарный стиль воспитания, да, то вот дочка реализует это. Все. Мамин проект. Ну и, конечно, до какого-то момента она реализует, когда она будет старше, подрастет, все уже, наверное, додумывают, что она сорвется куда-нибудь подальше от этой мамы, маму наконец-то пошлет, вот, потому что именно такая ситуация, то есть, что показано, что мама реализует тоже свой проект, и дочке этого не хочется. То есть вот такой вот там уклон был. Вот, поэтому также здесь папа и спортивная, ну, во-первых, если хочет папа и ребенка в спортивную секцию отдать, на мой взгляд, это немножко проще, в том плане, что если это мальчик, так это вообще проще, потому что папа может, конечно же, ребенка вовлекать своим примером. Масса, я знаю, что есть очень много таких, скажем так, ну, тренировок, где можно прийти и с тренером поговорить и сказать, что, слушайте, ну, такая вот ситуация, хочу ребенка вовлечь, вот, а он, ну, он протестует, а мне вот хочется показать, например, красоту, ну, какого-то вида единоборств, да, или какой-то игры, да, вот, например, там, футбол, баскетбол, там, и, да, или, я не знаю, там, единоборство, ну, тэквондо, карате, да, вот, и придет, если папа такой к тренеру и скажет, что, слушайте, ну, вот, хочу сделать так, а ребенок упирается, что вы посоветуете? У меня есть, вот, например, такой план, вот, с моей стороны, да, то есть он не хочет идти, но если я скажу ему, ребенку, что мы пойдем туда с тобой, да, вместе, и папа тоже переоденется, и тоже как-то будет участвовать, играясь, в общем-то, тренер тоже взрослый мужчина, который с детьми, да, папа, грубо говоря, станет, там, помощником тренера, и в какой-то момент папа начнет потихонечку отходить, отходить, больше сеять на лавочке, наблюдать, а потом, может, даже скажет, слушай, сын, я сегодня кимоно не одену, вот, я что-то сегодня устал, может, давай ты сам, а потом спросит, ну и как, ну и как ты сам, да, и так далее. Вот это вот будет очень, может быть, очень тоже интересный такой опыт, потому как, ну, на мой взгляд, это сделать несложно, если, конечно, папе так вот сильно хочется ребенка вовлечь, и у него есть, да, идея, и, в принципе, он понимает, что, ну, мальчику, то есть, почему я вижу здесь, ну, не вижу здесь какого-то, знаете, такого, ну, какого-то такого противоречия, потому что вообще для каждого взрослого, любого человека, спорт, он должен в каком-то виде всегда идти по жизни рядом, потому что спорт это движение, двигаемся мы мало, и вот только уже на этой идее, я считаю, что это не, как сказать, не антипедагогично, втягивать ребенка в спортивную секцию, потому что папе так хочется, это может звучит так, если не разбираться, как-то так вот, знаете, а ты спросил у него, чего ему на самом деле хочется, чего ты его втягиваешь, это может на первый взгляд вот такая реакция быть у людей, или у мамы может такая реакция быть, на первый взгляд, но если копнуть, вот я сейчас, надеюсь, копнул, да, и вот, возможно, стало кому-то больше понятно, то это, в общем-то, очень даже здорово, тем более не обязательно же, если он будет заниматься каким-то спортом, не обязательно это профессиональный спорт, у нас сейчас есть очень много примеров, когда люди занимаются спортом прям всю свою жизнь, и до профессионального вообще никогда не доходят, это просто как постоянная, ну, скажем так, физкультура, вот, поэтому, поэтому я так и вам рекомендую, что вовлекать ребенка в спорт, если есть идея у папы, да, вот, я на самом деле когда-то своего ребенка также вовлекал, мне понравилось очень Капуэйра, потому что я в свое время посмотрел фильм, известный с Марком Дакаскасом, где главный герой был парнем, который приехал после армии в свой неблагополучный район, и владея искусством Капуэйра, он там решил в результате очень здорово все вопросы с местными ребятами, бандами, и он был настоящий герой, мне жутко понравился этот стиль Капуэйра, и я своему сыну в свое время предложил, говорю, вот, а ты не хотел бы попробовать, давай поедем, я вот узнал там тренировка, если тебе понравится, можем мастаться, и вот так вот аккуратно, мягко, ну я, мне не пришлось там переодеваться, и на тренировке быть с ним, но я его вот так вот мягко вовлек, в результате это вовлечение было длиной 4 года, он получил 4 пояса, и потом он прервал обучение, только лишь потому, что из-за карантинных вот этих вот проблем, секция переехала на другой край города, но в принципе 4 года это было, скажем так, добровольно, он не хотел бросать, ему очень понравилась личность тренера, он с удовольствием туда ходил, и с радостью занимался капуэрой, и мероприятия у них были замечательные, вот они там называются батизада, когда приезжают капуэристы из других городов, и иностранцы приезжают, показывают свою капуэру, это было просто супер, но я думаю, что если не брать боевые характеристики этого стиля, потому что у нас была как раз секция, где боевые характеристики были как-то, ну не так применяются, то есть у нас спаррингов не было, а была просто физическая очень крутая подготовка, где ребенок там и на шпагат научился садиться, и владеть своим телом, и колесо крутить, и дальше он не пошел, но пошел бы дальше, научился бы и фляг, и сальто делать, вот, поэтому вот такие вот, вот так обстоит дело, на мой взгляд, со спортивной секцией, вовлекать нужно, мы же все с вами, вот родители и педагоги, мы же все с вами все равно прибегаем к манипуляции, другой вопрос, что мы это делаем, мы используем, ну скажем так, позитивную манипуляцию, потому как мы хотим добра, и мы понимаем, что некоторые вещи, человек не готов воспринять, ребенок еще ему рано, он не понимает, и поэтому нам, а мы уже пользу с вами видим, да, и мы с вами можем его завлечь, вот, точно так же у меня было с ребенком и с музыкой, мы его именно завлекли, мы нашли харизматичную, такую девушку, которая консерваторию закончила, по классу скрипки, она умела играть на нескольких музыкальных инструментах, и она, ее музыкальные уроки, это были совсем не школа музыкальная, это было всегда интересно, это было всегда вау, то есть тоже в каком-то смысле, это, ну, манипуляция, да, то есть можно привезти ребенка в музыкальную школу, и сказать, вот, пожалуйста, ходи, работай, да, и там могут быть достаточно обычные учителя, которые работают на зарплате, и они не заинтересованы вовлекать, потому что их же зарплата, она же не зависит от того, сколько там у них, ну, условно не зависит, может, и зависит чуть-чуть, ну, так, так напрямую, как это, например, в частных, а тут человек заинтересован, ему интересно, и он вот эту всю свою харизму, весь свой этот игровой подход, все свои интересные придумки, весь свой багаж вот этого творческого подхода к интересному, к увлекательному обучению, он его реализует, и ты под это подставляешь своего ребенка, ребенок в восторге, он обучается музыке, про пользу музыки, по-моему, в наше время говорить просто бесполезно, потому что мы же современники с вами, Михаила Казинника, который о музыке и о пользе ее сказал столько, что просто уже, я не знаю, кто сказал больше, вот, у него есть там и цикл радиопередач, и его фильмы отдельные, поэтому все понимают, что музыка это здорово, да, но ребенок не хочет, ему не нравится, поэтому, конечно, есть способы, так сказать, как можно ребенком, ну, немножко такую использовать, позитивную манипуляцию, да, подсунуть такого классного, харизматичного педагога, и в результате ваш ребенок будет заниматься музыкой, хотя, так как это делают, например, там, в музыкальных школах, вы достаточно обычных, достаточно обычные учителя, это не обязательно это зайдет, я в детстве музыкальную школу не так любил, скажем, как мой ребенок, эти занятия музыки, я туда бежал, а я в музыкальную бежал только совсем чуть-чуть, совсем мало, потом хотелось бросить, вот, поэтому, я вас настраиваю на то, что такая позитивная манипуляция, во благо, если она правильно организована, то, конечно, она имеет место быть, почти всегда у нас она есть, мы сплошь и рядом, вот, мои педагогические практики, в том числе, и так, значит, присланные вопросы у меня закончились, я сейчас смотрю, что в онлайне у нас вопросы, мне никакие, сейчас еще внимательно просмотрю, может пропустил, не задали, сегодня мы эфир чуть-чуть раньше тогда, да, вопросов так никаких нету, и мы немножко раньше сегодня завершаем, было заявлено, что у нас один час есть, но если вопросы чуть раньше заканчиваются, то я могу и чуть раньше закончить, если кто-то сейчас надумал, в последний момент еще есть возможность задать, осталось у нас 14 минут, даже 13 с половиной, вот, поэтому всем спасибо, кто сегодня был онлайн, спасибо за присланные вопросы, надеюсь, они как-то вам помогли, и у меня есть возможность давать консультации, не только вживую, для тех, кто живет в городе Харькове, но также и онлайн, поэтому, если у вас есть какие-то ваши индивидуальные случаи, или вы стесняетесь писать в эфире, я вас в этом плане прекрасно понимаю, и вопросы, возможно, очень объемные, да, которые вы так просто не задашь, и не напишешь, и не отпишешь это все, то я вас жду на индивидуальных консультациях, вживую, либо онлайн, всем спасибо еще раз, кто был, и до встречи в следующем эфире, вопрос ответ сессии, следующая будет в декабре, я ее сделаю, где-то, наверное, числа, может, там, до 15-го, чтобы новогодние праздники, и новогодние подготовки, ваши не, так сказать, нарушать, ну, и свои тоже, конечно, вот, поэтому всем до встречи, запись будет, запись эту оставляю, и здесь, и на ютубе, на ютубе, кстати, все записи эфиров, они еще и с тайм-кодами, там удобно, можно перелистнуть, на очередной вопрос, который конкретный какой-то, да, чтобы не слушать, и не искать, все, всем спасибо, всем пока.